13 мая 2019 года. Поздравляю. И как от такого волнения не растеряешься? Глава региона лично ставит в твой дневник свою подпись. Это финалисты конкурса «Губернаторский дневник», которая провела редакция «Комсомольской правды Барнаул». На протяжении третьей четверти школьники пятых-одиннадцатых классов трудились над домашними заданиями, контрольными и диктантами, чтобы получить как можно больше пятерок. В редакцию «Комсомолки» поступило 700 анкет со всего региона, но на встречу с главой края попало всего 30 счастливчиков. Каждый вечер сидели здесь, после работы считали, смотрим, считаем, сто пятерок. Вот это обалдеть. Я не помню, чтобы у меня было сто пятерок. Но мы смотрим, что следующего, сто пятьдесят, двести, двести пятьдесят пятерок. Триста, вот вы знаете, рекорд у одной девочки был триста восемнадцать пятерок. Вот мы взрослые и больные невероятно гордимся и совершенно точно уверены, что если так и будете продолжать, то будущее нашей, нашей страны, нашего края, конечно, в надежных руках. Кстати, Виктор Томенко признался, у него никогда не было проблем с учебой, несмотря на то, что часто приходилось уезжать на спортивные сборы. После того, как отличники получили свои подарки и дипломы, они буквально засыпали губернатора вопросами. Например, ребятам было интересно узнать, какие предметы больше всего ему нравились в школе. Ну, наверное, математика. Какое-то время география. Очень физика нравилась, мне кажется, где-то под конец уже учебы, когда пошли какие-то сложные темы. В среднем у каждого финалиста конкурса губернаторский дневник по двести пятерок за одну четверть. Глава региона пожелал, чтобы школьники не просто охотились за оценками, но и впитывали в себя все знания, полученные за годы учебы. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.